Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня мы поговорим о не очень хорошей новости, а именно о подписке Xbox Game Pass и о ее изменениях, которые очень сильно касаются стран СНГ и ставят перед игроками самый главный вопрос, а зачем теперь нужен Xbox? Перед началом видеоролика, как всегда, прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, если вы это сделаете, мне будет крайне приятно, поскольку я этот ролик делаю рано утром, в общем, актуалочка, так сказать. В общем, давайте начнем. Многие из вас консоль Xbox знает как народную консоль, которая предоставляет возможность играть в сотни игр практически за даром по подписочке Xbox Game Pass и, честно говоря, по сегодняшний день подписка это отличное предложение, особенно для тех, кто купил недавно эту самую консоль. Считайте, в этой подписке вы действительно получаете и старые, и новые игры, которые вам может хватить просто на года вперед. Некоторые из них от сторонних разработчиков, день релиза по типу Atomic Heart, а еще все игры Xbox Game Studio вы получаете также с даты релиза. К последнему предложению, чтобы вы понимали, нет ни у кого больше до сих пор. Сама подписка в 2017 году была уникальным предложением для игроков, поскольку раньше такой щедрости просто не было. И каждый раз надо было покупать каждую игру за полный ценник и по отдельности. А тут добрый Фил раздает сотни игр и считает за приятный ценник. В общем, ну как не обратить на такое предложение внимание. Помимо этого, многие узнали про такие страны, как Аргентина и Турция, и поняли, что благодаря данным регионам, из-за конвертации курса, выгодной для нас, есть возможность покупать подписку еще дешевле, что, собственно, не может не радовать. А если вдруг вы забыли, то данную подписку можно было вообще купить официально и дешево, но через Boost, который давал вам возможность накатить поверх Xbox Live Gold подписку Xbox Game Pass Ultimate и из-за этого получить соотношение один к одному. Да, если вы покупали там Gold на 12 месяцев и активировали сверх 1 месяц ультимейта, то вы получали 13 месяцев ультимейта. И таким образом можно было очень неплохо сэкономить, особенно если ты продлеваешь подписку на целых 3 года вперед. Поскольку именно подписка Gold, она самая дешевая из всех подписок и в целом получалась реально очень годно. Не хотелось бы вас расстраивать, но походу вся вот эта вот эпоха, она потихоньку уходит к концу. Для тех, кто не знал, Xbox все-таки поднял с 6 числа ценник на подписку и если же для Америки и прочих регионов это не так сильно коснулось, ибо повышение было там всего лишь на 1-2 баксов, то для Турции подписку подняли почти в 3 раза, что для СНГ стран стало значительно ощутимо. Помимо всего, что, собственно, меня и оставляла надежда, так это несменная тема с той самой конвертацией подписки. Но без особых объявлений, Xbox изменил теперь и ее, и сделал ее не такой офигенной для игрока. И если же раньше конвертация была 1 к 1, то сейчас конвертация происходит 3 к 2. А это значит, что купив там, например, подписку на 3 года, вы получаете теперь около 2 лет подписки. А запустив подписку на год, вместо 12 месяцев, вы получите около 8-9 месяцев, что сделает уже подписку не такой выгодной через буст. Для тех, кому нравится Xbox за стратегию, за игры и тому подобные вещи, ну, вряд ли, наверное, как-то будут мега расстроены, ибо официальные цены на данную подписку вообще начинались от 10 тысяч рублей. Но сейчас, походу, происходит ключевое событие для аудитории Xbox, который во многом полюбил Xbox именно ради той самой халявы. Не, она в целом плюс-минус осталась на игры, они все еще по хорошей там цене, если что, можете писать по этому поводу неоднократно проверенным ребятам из X-Games, ссылку оставлю в комментариях. Но если же сейчас конкретно рассматривать подписку Xbox подпиской из плойки, да, то вы поймете, что она сейчас выходит куда дешевле, и на 12 месяцев на плойку. Ее можно спокойно взять около 3к рублей, и по сути она будет практически такая же по наполнению со своими фишками. И честно говоря, всю эту ситуацию цен я считаю необоснованной. Окей, понятное дело, что для чего они там подняли в Турции, ибо на этом они не зарабатывают столько, сколько они хотят, но так или иначе подписку они подняли в ряде стран. Да, также я понимаю, что всего лишь на пару баксов, но давайте будем честны, а какого фига? Подписка, к сожалению, за все эти годы лучше не стала, даже я бы сказал, стала надоедать игрокам, за счет того, что годных пополнений стало действительно мало. Если же поначалу нас просто пушили теми или иными предложениями, то сейчас бывает такое, что ту же GTA завозит уже третий раз. Качество эксклюзивов, которое выходит в день релиза, оставляет желать лучшего, и это далеко не те игры, которые хотелось бы купить. И при этом всем еще поднимается цена? Ну, я этого не понимаю. И все эти ситуации реально ставят сейчас очень важный вопрос перед пользователями в СНГ, а зачем теперь нужен Иксбокс? Экономия закончилась, игры стали выходить такими себе, да и в них на ПК поиграть можно через тот же геймпасс, если вдруг капец как хочется, и игры купить через тот же стим. И вот теперь в комментариях в разных сообществах я вижу крайне много недовольных лиц по данной ситуации, мол, а зачем она теперь нужна, та самая подписка? Какого фига подорожания? Подписка стала говном. И в целом происходит то, о чем я говорил ранее, сама подписка по своей сути, она не поменялась, она имеет всю ту же самую библиотеку игр, всю ту же самую стратегию. Но проблема заключается в том, что изменилась цена, и тогда, когда цена подписки была маленькая, она была для вас маной небесной, вы не замечали того, о чем в целом как бы многие говорят. А походу она таких денег и не стоит из-за сегодняшних подборок. И знаете, обращу ваше внимание, что подписка, она по сути даже не приблизилась к официальной стоимости, да, потому что с официальной стоимостью от 10 тысяч рублей. И вот теперь задумайтесь, а хороша ли подписка на сегодняшний день? Кстати, знаете, буквально сегодня я задумался, а зачем я вообще продлеваю данную подписку? Я особо не играю в все игры, которые добавляются, ибо сейчас идет чисто поток каких-то там инди маленьких проектов. И типа смысл я беру подписку на год? Вышла игра топовая, купил подписку, поигрался там месяцок, поковырялся, а потом и вовсе купил игру, если вдруг она тебе капец как понравилась. И в целом конец, а каждый год сидеть и продлевать ту самую подписку, которая сейчас лично меня не удовлетворяет именно моей потребности, ну как бы уже на самом деле под вопросом. И действительно, если подумать, то сейчас Xbox в СНГ сталкивается с крайне тяжелой ситуацией, поскольку гайки закрутились почти до максимума, и репутация Xbox может упасть, наверное, так же, как это было с 360-м боксом в начале. То есть об Xbox мало кто будет знать вообще. Если же в глобальном плане у майков не выходило реально классных игр, помимо двух там Forza и Horizon, то для СНГ консоль встречается до сих пор с ошибкой. Ценник на подписку увеличили в три раза, да, по дешевым способам продления. На самой мощной консоли не такая офигенная оптимизация, и даже эксклюзивы стали выходить в 30 FPS. Да еще и к тому же, видимо, будут входить без русского перевода. И честно говоря, новым игрокам, наверное, только и же за исключением серии СС, которые стоят пока еще значительно дешевле своих конкурентов, особенно на том же Авито, я посоветовать Xbox особо не могу. Ибо большинство плюсов Xbox, они просто сейчас растворились. И чем больше народу поймет и узнает, что на плойке в плане цен на подписку ситуация лучше, вы будете наблюдать, как те самые ярые фанаты, которые до срачки защищали Xbox, просто растворятся и перейдут на плойку. Для меня лично цена это не особая проблема, поскольку я привык смотреть на товары за истинную цену, и честно говоря, такой исход побуждает и меня задуматься, а где, так скажем, сильные стороны данной консоли, которой лично я хз сколько уже лет не узал, ибо список не пополняется. Или может быть в эксклюзивных играх, которые я даже покупать особо не хочу, и даже скачивать по подписке, о чем речь? Ну, не знаю, даже по сути, наверное, Starfield в СНГ вряд ли спасет ситуацию с Xbox, поскольку 30 FPS и отсутствие русского языка, они также повлияют на отношение к игре. В общем, официально, но Xbox находится в крайне дерьмовом положении, и с каждой такой вот ситуацией у него будет оставаться куда меньше потребителей, чем это было до этого. И Xbox, видимо, в СНГ опять станет не такой популярной консолью и с не такой широкой аудиторией, как сейчас, поскольку многие перейдут либо на ПК, либо на ту же самую PlayStation 5, у которой есть почти все то, что есть сейчас и на Xbox, и даже больше. Просто, знаете, если Xbox раньше могли спасти эксклюзивы, ради которых ты в целом и покупаешь ту или иную платформу, то сейчас они у Xbox лишь для галочки, ради которых многие уж точно не купят за последние годы Xbox. Если честно, меня вся эта ситуация очень сильно, на самом деле, печалья, потому что мы возвращаемся, наверное, в годы 360-го, вот, и поскольку Xbox в СНГ умрет, ну, наверное, умрет мой канал, как бы это грустно ни звучало, но так оно и будет, потому что я связан напрямую с Xbox, и данная ситуация, опять же, никак не радует. В общем, обязательно напишите, что вы думаете на этот счет, повлияла ли данная ситуация на ваше отношение к Xbox, будете ли вы дальше продолжать сидеть, или смените его там на ПК или на Плойку. Вот, если видос понравился, поддержите его лайком, подпиской, и спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok